Январь выдался у нас в этом году необычайно бурным. Мы все привыкли, что после новогодних праздников как-то медленно отходим, потихонечку раскачиваемся и входим в русло. В этом году все совсем не так. С места в опор все началось, завертелось, закрутилось. Сегодня в выпуске огромное количество новостей и событий. Я постараюсь быть кратким. Все, что не успею развернуть, постараюсь развернуть завтра в стриме. Завтра в воскресенье в 20.00.26 стрим у нас будет на канале. Подключайтесь, участвуйте. Я благодарен всем нашим подписчикам и зрителям, которые активно смотрят и комментируют наш канал. В январе мы не получили никакого провала по просмотрам, которые обычно случаются после Нового года. Так что всем спасибо. Подписываемся, лайкаем, комментируем, помогаем каналу материально. Завтра стрим в 20.00. Подключайтесь, поговорим. Очень много на прошедших неделях говорили про эту странную художницу Ален Савельеву, зовущую себя почему-то женским именем в мужском склонении. В общем, странное такое весьма существо. Да и картина у нее странная. Я, честно говоря, вообще не хотел об этом упоминать и говорить. Я стою на той позиции, что это однозначно отвлекаловка, которую нам подбросили, чтобы мы, значит, ей здесь развлекались, орали, спорили и дрались, и не обращали внимания на самые важные вещи. Очевидно, что этой Аленушкой нас отвлекают от выборов мэра, от подорожавшего отопления, ну, от проблем на Бельском мосту, от всего, от всего. Лишь бы мы, значит, сцепились, и вот эта вся просвещенная наша интеллигенция тут разделилась на два лагеря и так далее. Достаточно бездарные картинки, нарисованные фломастером, стали внезапно камнем преткновения. Все тут, значит, сцепились и спорят. Динар Зайнулин, член общественной палаты, вот этот вот тоже весьма себе смутный политический деятель времен Радия Хабирова, намерен потребовать от правоохранителей дать оценку этим работам вот этой художницы на предмет оскорбления или не оскорбления чести и достоинства башкирского народа. Параллельно Динар Зайнулин возмутился высказыванием Арсена Нуриджанова в эфире «Эхо Москвы» и тоже хочет там, значит, затеять какое-то судебное или околосудебное разбирательство на тему, значит, надо ли, не надо ли переезжать кому-то там в какие-то шариатские страны. В общем, жуткая, дикая бельберда создалась им вокруг, на самом деле, пустого места. Это девушка, которую выгнали из художественной школы, где она преподавала детям, что-то преподавала, а параллельно почему-то увидели в ее деятельности и творчестве препаганду суицидов. Девушка с весьма своеобразными подходами к жизни, ну, начать с того, что она любит нарисовать Путина в гробу, что, видимо, особенно понравилось общественной палате Республики Башкортостан, которая яростно ее защищает. Ну, и заканчивая тем, что там, конечно, весьма, прямо скажем, на грани искусства, вот эти вот знаменитые ее картины, на которых сплошь нарисованы черные и красные вагины, это все, конечно, наводит на разные такие печальные мысли, на самом деле. И, повторюсь, я, конечно, не искусствовед, но это нифига не искусство, а мы сцепились и начали тут обсуждать вот это все именно на радость тем, кому нужно было отвлечь нас от важных проблем. Между тем, в Уфе вчера произошло важное событие, ближе к вечеру Уфа, наконец, обрела градоначальника, мэра Уфы, им стал, как ни странно, Сергей Николаевич Греков. Неожиданно, внезапно, никто не ожидал, но тем не менее. Он выиграл этот конкурс, который шел там ни шатко, ни валко, странно, отсеивали кандидатов, в конце там совсем уж смешная кампания осталась. То есть, все было очевидно, понятно. Конечно, режиссура Александра Геннадьевича Сидякина в этот раз, конечно, была абсолютно примитивной и жалкой. Станиславский тихо попискивал в углу «не верю, не верю», однако выборы состоялись единогласно. Депутаты Горсовета Уфы избрали Грекова своим мэром. Ну, вот это тоже достаточно неприличное в наши времена единогласие. Оно, в общем-то, наверное, объясняется тем, что неустанно администрация Хабирова и господин Сидякин обрабатывали депутатов. Многие из них весьма изменились в лице. За последние недели я говорю, например, про господина Хазигалеева, который резко развернул паруса и куда-то, значит, поехал в другую сторону. Все прошло очень гладко с точки зрения администрации. Хабирова Грекова избрали, назначили. Хабиров приехал в этот раз в Горсовет, ну, видимо, Сидякин его прогарантировал полный успех. Хабиров выступил и 15 минут напутствовал Грекова. Собственно, вся речь Хабирова свелась к тому, что он поручил сделать Грекову то, что не удалось сделать самому Хабирову. Речь шла о благоустройстве города, речь шла о том, что нужно зайти в каждый двор, что есть плохие дворы и так далее, и так далее, и так далее. Хабиров сказал, что Греков не должен стать паркетным главой, что бы это ни значило. Ну, в общем, вот примерно как-то так. Однако, нужно отметить, что за неделю до вот этого вот, в общем-то, ритуального действия, которое у нас набирается, называется избрание мэра, Сергей Николаевич Греков уже потерпел оглушительное поражение на политическом поле. Я говорю, естественно, о этом Бельском мосту, когда, в общем-то, надо было бы ему, как исполняющему обязанности горноначальника, туда метнуться и начать что-то делать. Но вместо него там появился Красный Бэтмен, так теперь в некоторых кругах называют Андрея Геннадьевича Назарова, который мгновенно начал руководить процессами, вникать, что-то там предлагать. Кстати говоря, специалисты говорят, что вполне себе разумные вещи говорил Назаров на этой развязке. Речь идет о правильном направлении потоков, о недопущении смешения потоков. Ну, такие технические моменты. Но, тем не менее, Назаров как-то так сумел в это вникнуть. Так вот, появление Назарова, естественно, было одновременно сразу поражением Грекова. Несомненно, что столь важный городской аспект, как вот эта проблема с развязкой, естественно, находится в поле ведения мэра. То ли Греков еще, не став мэром, решил не участвовать ни в чем, то есть, ну, вроде как, корочки нету, что я поеду. Хотя, ну, и он же был. То ли у него, ну, вот не хватило сообразиловки на то, чтобы этим заняться. У меня, честно говоря, складывается впечатление, что Сергей Николаевич Греков избрал для себя некую модель бизнес-управления городом. И это огромная ошибка. Потому что управлять любой бизнес-структурой, корпорацией, компанией и даже группой компаний, это совсем не то же самое, что управлять городом. Есть принципиальные различия. Кроме всего прочего, господин Греков, очевидно, манкирует пиаром и какой-либо вообще публичностью. Если ему показалось, что он может остаться незаметным техническим исполнителем воли Хабирова там и прочее, прочее, то, конечно, так не получится. Мэр Уфы, публичная личность, ему придется появляться в публичном пространстве. И чем реже и чем хуже у него это будет получаться, тем хуже будет его реноме и в глазах жителей города, и в конечном итоге в глазах его же собственного начальства. Помимо вышеуказанной проблемы с этим мостом и первым поражением на этом мосту, у Грекова, конечно, ситуация очень сложная. Вообще, честно говоря, я уже начинаю его жалеть, потому что кроме вот этих проблем есть еще и проблема окружения. Греков попал в ситуацию, когда у него уже много врагов. Ну, конкретно, если начинать перечислять, то прямыми его недругами и недоброжелателями в высших кругах власти Башкирии является, во-первых, Ренат Баширов, который не попал на место Грекова и всячески будет доказывать, что это ошибка, и может быть пытаться занять его место, хотя, конечно, шансов у него абсолютно никаких нет. Ну, и, естественно, Мурзагулов, который почти открытым текстом заявил, что он будет заниматься Мочиловым, значит, Уфимской мэрией и прочих вещей. Кроме вот этих вот его недругов, естественно, есть еще и система непонимания вообще, что происходит, откуда взялся Греков и зачем он нам нужен. Несмотря на то, что депутаты Горсовета единогласно за него проголосовали, ну, попросив не комментировать и не называть имен, выходя с этого заседания, многие из них откровенно плевались. Один из них сказал, что выступление Грекова и вообще весь этот цирк был очень слабым, эта цитата. Ну, в общем, искренне депутаты Горсовета, конечно, думают иначе, но пришлось вот им так проголосовать. Повторюсь, над ними очень хорошо поработали, очень многих из них склонили, у каждого из них есть там какие-то болевые точки и слабые места. В общем, на самом деле все не так радужно, как это было представлено в публичном пространстве. Ну и к слову о Бельском мосту, значит, вот за последнюю неделю сбылась мечта Алана Викторовича Морзаева, жители Уфы наконец-то подготовили ему предложение. Помните, он вскрикивал в интернете, что типа, если вы так против, то предложите как быть. Так вот, жители выдвинули ряд интересных предложений, многие из которых просто апокалиптично, а многие смешные. В частности, многие жители Уфы предложили сделать бесплатным транспорт, идущий через этот мост. Кстати говоря, ну такая подачка, но вполне себе ощутимая. Имеется в виду, естественно, общественный транспорт. Кое-кто предложил снизить цены на бензин. Фантастическое предложение, но, кстати говоря, вполне обоснованное. Мы реально будем сжечь больше бензина по воле господина Морзаева, проходя через эти пробки. Ну, один из наших подписчиков предложил устроить через реку Белую понтонный мост, который, кстати говоря, лежит на военных складах Валкина. Тоже, конечно, необычное предложение. Ну и самым, по-моему, крутым предложением было предложение сделать проезд через Бельский мост сейчас платным. Вот это, конечно, очень понравилось бы нашим властям. Ну, действительно, сделать там въезд 150, выезд 100 рублей. Резко снизится количество желающих, и вообще наступит порядок, да еще и казна пополнится. Я, конечно, не дай бог не намекаю на подобное решение, но действительно это очень смешно. Продолжается история с повышением платы за отопление в Башкирии. Хабиров на оперативке в понедельник поручил своим подчиненным до пятницы представить ему, как он выразился, картину мира, ситуацию с этим отоплением и так далее. Не дожидаясь пятницы, уже во вторник рукой Прочаковской Хабиров написал в своих соцсетях о том, что он разобрался в ситуации с отоплением. Но вот эта вот его поспешность, она не знаю, чем истолкована, видимо, какими-то опасениями. То есть есть какой-то внутренний страх от этих ситуаций, вот он начинает бояться, начинает торопиться. Ну, вот буквально на следующий день, не дожидаясь пятницы, Хабиров отчитал, что он во всем разобрался. Ну, я понимаю, что посты у Хабирова пишет в соцсетях госпожа Прочаковская. В этот раз она особенно не утруждалась, скопипастила уже существовавший до этого текст, который был слеплен для общественной палаты. И, собственно, все это сообщение как будто бы Хабирова сводится к тому, что счетчики должны работать, платить только зимой, то есть 8 месяцев в году. Это выгодно, и так и мы и будем делать. Перетопы надо компенсировать, если вы их докажете. Неверные оплаты нужно компенсировать, если вы их докажете. А вообще повышение оплаты отоплений на 42% было обоснованным. Вот вкратце тезисы, которые госпожа Прочаковская выдала за мысли Хабирова и опубликовала в его соцсети. Ну, что тут скажешь. С одной стороны, Хабиров выглядит здесь как защитник БАШ РТС. То есть Хабиров примкнул к господину Беляеву, который на оперативке с пены у рта доказывал, что все хорошо и все правильно. С другой стороны, Хабиров устами Прочаковской демонстрирует абсолютную некомпетентность в этом вопросе. Он бы действительно лучше в пятницу выслушал доклады своих подчиненных, может быть, что-то вникли. Дело в том, что если разбираться по-настоящему, если бы Хабиров в этом разобрался, а Прочаковская не поспешила опубликовать вот этот вот уже протухший текст в виде мысли Хабирова. Во-первых, абсолютно непрозрачная система передачи данных с приборов учета. Я лично на прошедшей неделе попал в ситуацию, когда меня пригласили там вот в эту комиссию по осмотру счетчика, теплощетчика в нашем доме, спустился в подвал и посмотрел, как это работает. К моему великому удивлению, этот прибор не показывает расход тепла. Он показывает только температуру теплоносителя и температуру на улице. Оказывает, я уже расспросил у нашего вот этого мастера или кто там со мной был, оказывается, все данные автоматически уходят в БАШ-РТС, там обрабатываются и превращаются в платежки. Простите, при нынешнем уровне недоверия всей этой системе, мы почему должны верить, что все это там обрабатывается правильно? Вот лично я не верю, лично я отношу это к каким-то махинациям, кто что там правильно. То есть должен быть какой-то, ну хотя бы какая-то мера контроля, чтобы и мы, и они, например, видели одни и те же показания. То есть у жителей, у пользователей должен быть какой-то механизм, когда они увидят, сколько там пришло, ушло и стратилось. Мы же вот на счетчике воды, на счетчике газа, мы же своими глазами видим эти цифры, а вот на счетчике тепла мы их не видим. В общем, вот одна из больших проблем, о которой Радий Фаридович не в курсе. Теперь о том, что счетчики должны работать. Вот этот тезис Хабирова, вернее, про Чаковский. На самом деле, Радий Фаридович, в 2021 году по федеральному законодательству счетчики не просто должны везде работать, они везде должны быть. К 2021 году все жилые дома, многоквартирные дома должны быть оборудованы по закону приборами учета. Однако в Башкирии этого не случилось, и наше министерство ЖКХ, очевидно отстаивая интересы поставщиков тепла с этих всех Баш-РТСов, написало прошение федеральное ведомство о том, чтобы для Башкирии сделали исключение и разрешили продлить этот срок установки приборов учетов. То есть, министерство ЖКХ, вот это вот там всякие инспекции и прочие ведомства, которые занимаются у нас контролем за жилищно-коммунальным хозяйством, они не наехали на Баш-РТС, не наехали на управляющие компании, потребовав установить эти счетчики, а они попросили разрешить им этого не делать. Вот понимаете, да, кто на чьей стороне. Ну, и самая большая проблема, в которой не разобрался Хабиров, это тариф. Много на прошедшую неделю писали о том, что стоимость одной гигакалории, которая находится в центре вообще всех этих расчетных механизмов, в Башкирии существенно выше, чем во многих регионах. Из крупных городов Уфа и Башкирия находятся на втором месте после Москвы по стоимости вот этой гигакалории. Гигакалория, единица тепла, которая подается в дом для отопления, дешевле в Сургуте, в Новосибирске, в Тюмени, обратите внимание, это вовсе не южные города. В Казани, в Челябинске и во многих других крупных городах России тепло существенно дешевле, чем в Уфе и Башкирии. Вот эту тему господин Хабиров вообще обошел. Вернее, мадам Прочаковская сделала вид, что Хабиров об этом не подумал. Мне вообще, кстати говоря, достаточно неприятно предполагать, что за главу республики Башкортостан думает кто-то другой. Хотелось бы верить, что он самостоятельно способен на подобные процессы. И тем более, когда за его слова выдается какая-нибудь нелепая чушь, типа того, что пишет мадам Прочаковская, вот это вдвойне обидно. Но в целом, резюмируя, Хабиров встал на сторону поставщиков отопления. По крайней мере, так выглядит его текст. Он утверждает, что все правильно было посчитано в декабре. И, как говорит господин Морзаев, терпите, не истерите. А теперь немного новостей народного образования. Вернее, новостей, связанных с Министерством образования Республики Башкортостан. Помните историю про детей, которые ловили интернет в холодном коровнике в Коиургазинском районе, деревне Новомусино, когда господин Хажин разорался и грозил всем СМИ подать на них в суд. А потом это все оказалось правдой. Господин Хажин тихо отполз в сторонку и сделал вид, что это был не он. В итоге что случилось? В итоге теперь в два дома в деревне Новомусино провели интернет. И наказали тех, кто был виноват в этой ситуации. Знаете, кого наказали? Наказали замначальника отдела образования Коиургазинской районной администрации и исполняющего обязанности директора школы, в которой учились эти дети. Господин Хажин здесь был совершенно ни при чем. Помните, как он просто истерил на тему того, что это все фейки. Он заказал, значит, там какое-то покаяние старушек, которых быстро, значит, съездили, сняли там в Коиургазинском районе наше услужливое телевидение. Ваш информ исходил, значит, гневными статейками про фейки и так далее. А потом это оказалось, что это все не фейк. Так вот, Хажин здесь оказался ни при чем. Замначальника отдела образования района понесла урон и была наказана. Или наказана, я не знаю, какого он там пола. А вот Хажин здесь совершенно ни при чем. Ни при чем. Однако, если бы проблемы господина Хажина были сконцентрированы только в этом несчастном коровнике. Буквально пару дней назад, 13 января, в подведомственном учреждении господина Хажина, а именно в 59-й коррекционной школе, рухнул бетонный лестничный пролет. Вот, лестница на третий этаж, рухнула. Слава богу, никто не погиб, не пострадал. В это время все находились на занятиях. Но, как обычно, Хажин здесь ни при чем. Вот до каких пор и что должно случиться для того, чтобы хоть кто-нибудь из этих вот горе-министров понес какого-нибудь наказания, я уже предположить не могу. Мы помним, что у госпожи Ивановой, в ее, как говорится, ведомстве, в ее хозяйстве 11 человек заживо сгорели. И ей ничего не было. И, судя по всему, ничего не будет. То есть, по Хажину, пока, слава богу, без смертей обходимся. Дети там на холоде, в коровнике, тут лестница рухнула. И все нормально, все хорошо. Как бы орден не дали. То есть, ну, вот это, конечно, иллюстрация абсолютной безнаказанности и абсолютного бардака в нашем правительстве, который, к сожалению, присутствует. На прошедшей неделе сразу несколько изданий в Уфе заговорили опять о господине Сизякине, о лифтах, о Ксении Шевыревой. В общем, история продолжается. Напомню, что США Сидякин, ну, иначе теперь его, наверное, и называть нельзя, продолжает судиться со средствами массовой информации на тему того, что его, как он выразился, оскорбительно обвинили и присоединили к лифтовому бизнесу, что он никакого отношения к этому не имеет. Тут я отметил про себя одну интересную вещь. Когда в поисковике, в Гугле или в Яндексе вбиваешь фамилию Сидякин, сразу же выскакивает дополнительное слово «лифты». Ну, я здесь не виноват. Я бы рекомендовал США и его адвокатам уже начать судиться с Гуглом, с Яндексом, с каким-нибудь Рамблером, потому что, по-моему, они тоже там на что-то намекают. А, собственно, на этой неделе вот эта вот вспышка интереса к США Сидякин была связана с тем, что его, ну, я не знаю, как ее называть, то ли сожительница, то ли гражданская жена, там, подруга боевая, или кто она там, значит, Ксения Шевырева, в общем, проживающая с ним в одном помещении, как пишут обычно в протоколах. Так вот, она, вернее, ее компания и компания, связанные с ней, это цепочка фирм, проект-сервис, первая лифтовая компания и еще некоторые там в этом холдинге. Так вот, эта группа компаний, она через одну из своих фирм выиграла два конкурса на установку лифтов в Уфе, ни много ни мало, на 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Вот такая удача постигла эту дружную пару. Понятное дело, Саша Сидиакин здесь совсем ни при чем, он лифтами не занимается, он же у нас госслужащий, что вы, что вы. Не дай бог. А вот Ксения оказалась талантливым бизнесменом. Фирмы, с которыми она связана, где она является там учредителем или учредителем учредителей, вот выиграла такой существенный контракт. Какая вообще одаренная спутница жизни досталась США, просто можно позавидовать. Я так вот по-человечески тоже завидую, потому что девушка вообще фантастического интеллекта, одаренности, у нее дизайн, она занимается дизайном одежды, у нее вот эти знаменитые бутики США, тут лифтовой бизнес, прямо скажем, такой непростой, сложный, мужской такой бизнес, и она там преуспела, вот видите, на миллиард 200 отхватила себе контрактов. В общем, конечно, прямо вот с житейской точки зрения это чудесно. Впрочем, не все так безоблачно, и, наверное, не стоит прямо уж совсем завидовать США. Дело в том, что вот этими обстоятельствами дела, вот этой вот сожительницей, гражданской женой, ее контактами с США и вот этими всеми контрактами уже заинтересовались в администрации Путина. Путина на прошедшую неделю они запросили детали и подробности вот этих вот событий. Я не знаю, не хотелось бы предвещать каких-то неприятностей нашему любимому главе администрации Хабирова, но, судя по всему, этот интерес вовсе не благорасположенного характера, потому что, ну, подобные комбинации схемы, они, конечно, неизменно вызывают интерес и у властей Российской Федерации, и у правоохранителей. Ну, будем надеяться, что все обойдется, потому что мы же все верим в то, что Ксения Швырёва просто талантливый бизнесмен, талантливый дизайнер, и вовсе никакой США Сидиакин ей ни в чем этом не помогает. Теперь немного криминальной хроники. На прошедшей неделе в Башкирии внезапно прошла цепочка задержаний и обысков у участников событий в Крамаскалах. Напомню, 7 ноября в Крамаскалинском районе в Крамаскалах произошел инцидент, когда, ну, по одной из версий, после некого финансового конфликта намечалась какая-то масштабная разборка, правоохранители как бы пресекли это действие, были там задержания, потом всех отпустили, какие-то административки выписали, и вот теперь внезапно, вот буквально вчера-позавчера, произошли задержания и обыски у участников этих событий. Силами УФСБ и Центра противодействия экстремизма были задержаны эти 14 человек. По утверждению силовиков, в ходе обысков были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе самодельное, обрезы, какие-то переделанные пистолеты, порох и символика запрещенного объединения БО «Башкорт», признанного экстремистским по решению суда в Башкирии. В итоге 10 человек из 14 были отпущены, не знаю, там, под подписку или как, а 4 человека были оставлены под стражей по решению Орженикидзевского районного суда города Уфы. Я пока не склонен комментировать эти события. Некоторые говорят, что это месть тем, кто жаловался на действия полиции 7 ноября. Однако я не склонен так утверждать. Думаю, что это все-таки какая-то спланированная акция, потому что больно уж масштабные силы были для этого привлечены. То есть это не какая-то там месть участкового строптивому жителю. Это достаточно такая спланированная история. Пока не могу утверждать о достоверности обнаружения вот этого оружия и запрещенных предметов. Примечательно, что информация об этом событии поступила не из пресс-службы МВД или УФСБ, а непосредственно от Башинформа. Как пошутил один из моих приятелей, Башинформ уже превратился в такой вот сливной бачок информации, которую кто-то или какие-то ведомства предпочитают не подавать напрямую, а слить через это информационное агентство. В общем, вот такая картина. Трактовать ее можно по-разному. Я все-таки склонен дождаться большей информации, склонен дождаться того, какие будут предъявлены обвинения. Я абсолютно уверен, что если история с оружием подтвердится, то действия силовиков, в общем-то, оправданы, потому что незаконно хранить неразрешенное, незарегистрированное, а тем более самодельное оружие. В общем, будем подождать, будем посмотреть и дальше будем делать выводы. Медийное сообщество продолжает обсуждать историю с Ростиславом Мурзагуловым, с тем, как его постепенно изгоняют из всех теплых мест, куда он смог пробраться. Напомню, что теперь он у нас остался всего лишь руководителем Общественной палаты Республики Башкортостан. Со всех остальных постов его как-то потихонечку устранили из Башинформа. Судя по всему, из футбольного клуба Уфа и из прочих теплых местечек. На прошедшей неделе была информация о том, что его лишили кабинета в Белом доме на четвертом этаже, ну и так далее, и так далее. Примечательно здесь даже не то, что Мурзагулов получил, на мой взгляд, достойную оценку руководства после вот этой уже окончательно скандальной истории с клипом. Примечательно то, как стали действовать его коллеги. На прошедшей неделе БСТ осчастливил нас очередной передачей Минправ. На этот раз гостем передачи был Азад Барданов, вице-премьер правительства, курирующий межнациональные отношения и взаимодействия с общественными организациями. Так вот, в ходе этой передачи был задан вопрос, ну, в каких вы отношениях состоите с Ростиславом Мурзагуловым, и Барданов, ничтоже сумнявшийся, отрекся от своего вчера еще покровителя и благодетеля, заявив... Ну, с Ростиславом Мурзагуловым я, честно говоря, познакомился только здесь, два года назад. И связывает нас взаимодействие по рабочим вопросам какой-либо там отдельной долгой крепкой дружбы до или за пределами работы. Ну, ее нет у нас достаточно рабочих взаимоотношений. Что же теперь делать с этими бесчисленными фоточками, где они в обнимку с Мурзагуловым, вовсе не в официальных, значит, обстоятельствах и обстановке, обнимаются на природе, пальчики вверх, бегают по Белому дому в попахах. Это все, конечно, осталось для Азата в прошлом. Теперь ему, наверное, как-то очень неудобно об этом вспоминать, что вот он ассоциируется с Мурзагуловым. Вообще, конечно, Ростислав в этом смысле промахнулся. Он думал, что он своего человека ставит на какую-то важную позицию, а этот свой человек оказался змеей под колодной. Взял и, в общем-то, отрекся от своего вчерашнего благодетеля. Теперь Барданов всячески дистанцируется от Ростислава, делает вид, что он целый вице-премьер, а это непонятно кто. В общем, конечно, такая типичная для чиновничьей среды ситуация, но такая какая-то очень жалкая. Тут я даже, не будучи каким-то поклонником господина Мурзагулова, даже как-то словил себя на мысль, что начинаю его жалеть. К слову сказать, конечными бенефициарами вот этой истории с Мурзагуловым, его разгрома и отставки является не только господин Барданов, но и в основном, кстати говоря, мадам Прочаковская. Именно Елена Анатольевна Прочаковская получит максимум выгоды от разгрома Мурзагулова, в том смысле, что она теперь единолично контролирует медийные ресурсы Хабирова, теперь она полностью держит в руках своих его социальные сети. Ну вот последние посты Хабирова четко это все иллюстрировали, вот этот вот ужасный текст, который она опубликовала про отопление, конечно говорит о том, вот как в каком ключе теперь будут вестись соцсети главы региона. Прямо скажем, качество упало, потому что, ну, судя по всему, Мурзагулов-то был поумнее. Однажды разделив жителей республики на своих и чужих, Ради Хабиров продолжает подтверждать этот тезис, и на прошедшей неделе мы узнали совершенно возмутительную новость о распределении грантов в республике Башкортостан, в частности новость о том, что грант в 30 миллионов рублей получает любимый певец Ради Хабирова, Ради Юль Якшин, в миру Элвин Грей, и эти 30 миллионов рублей из бюджета Юль Якшин получит на проведение некого музыкального конкурса под названием Яны Мон. Музыкальный этот конкурс будет призван прославлять республику, там, привлекать таланты и так далее, и так далее. 30 миллионов рублей щедрой рукой Ради Хабиров выделил своему любимому певцу Элвину Грею. Для сравнения, надо сказать, что максимальная сумма остальных грантов составила 4 миллиона рублей и меньше. То есть, а вот Радику досталось вот такое счастье. Но трудно комментировать вот эту ситуацию, особенно на фоне того, что Хабиров на этой же неделе умудрился сделать заслуженной деятельницей искусств 17-летнюю певицу из Нефтекамска. Тут, конечно, я далек от башкирского искусства и искусства вообще, но понимаю, что людям, которые причастны к этому всему, и которые в этой среде живут и работают, для них это безумно обидно, потому что к званию заслуженный деятель искусств люди многие идут всю жизнь. Они тратят огромное усилие, действительно тратят время, тратят всю свою жизнь на то, чтобы прийти к этому званию, получить его заслуженно. А в 17 лет за какую-то песенку получить вот это звание, это, в общем-то, плевок в сторону всего нашего сообщества людей, занимающихся искусством, занимающихся башкирской культурой. Это выглядело очень так по-байски, очень неприлично, очень неприятно. А в дополнение к этому еще вот эта вот щедрость в отношении вот этого обер-барундука Республики Башкортостан, 30 миллионов любимому певцу – это уже, конечно, совсем за гранью. Остается пожелать Элвину Грею максимально пристального внимания прокуратуры к расходованию бюджетных денег. Надеюсь, что Радику Юльякшину хватит ума правильно распорядиться этим грантом, и он сумеет отчитаться о потраченных деньгах, ни в пример там некоторым нашим художникам, которые получают какие-то тоже с барского плеча денежки на всякие странные затеи, а потом не могут об этом отчитаться. Немного о пиаре и анти-пиаре Республики, который случился на прошедшей неделе. Смешным и, я бы сказал, комическим пиаром можно назвать заявление властей о том, что они всерьез рассматривают вероятность того, что Уфа заявится на Олимпийские игры 2030 года. Честно говоря, я сначала подумал, что это какая-то шутка, ну, из-за разряда таких провокаций или просто какой-то иронии. Нет, на полном серьезе заявили, что такую возможность рассматривают, там, заявку готовят и прочее, прочее. Ну, Олимпийский комитет тут же отреагировал и сказал, что ни один из российских городов пока еще не заявлялся на Олимпийские игры 2030 года. Но надо смотреть на картину трезво. Город, которому не хватает денег на освещение и асфальтирование дорог, город, в котором нет нормальных тротуаров и дети ходят по обочинам шоссе в школу, не может себе позволить спортивные мероприятия стоимостью от полутора до двух триллионов рублей. Это, конечно, бред. Кому в голову пришло такое брякнуть, я не знаю, но это говорит о качестве информационной работы в городе и в республике в целом. А вторая новость из разряда пиара, она, конечно, анти-пиар. Это новость о том, что Международная правозащитная организация Human Rights Watch, крупнейшая в мире правозащитная организация, включила в ежегодный доклад за 2020 год два события, связанных с Башкортостаном. Первое – это противостояние населения и властей на горе Куштау, а второе – это дело Айрата Дельмухаметова. Вот здесь, конечно, мы прославились в отрицательном смысле. Попасть в этот ежегодный доклад удостаивается не всякая страна, а Башкирия, отдельно взятый регион Российской Федерации, попал туда аж двумя пунктами. В общем, ничего хорошего в этом нет. Несколькими неделями ранее было заявлено о намерении создать некое движение «Республика» у нас в регионе. И вчера неожиданно сообщили о том, что учредительное собрание и презентация этого движения случится вот сегодня, в субботу, 16 января. Мы отправляемся в гостиницу «Башкортостан» на это мероприятие, будем снимать, попробуем взять интервью у участников и попытаемся понять, что же происходит. Так как очень часто бывают люди, которые не участвуют в обсуждении, вырывают фразы из контекста, у нас первая часть будет так, где основные выступления, а потом свободный, спокойный круглый стол, где мы все поставим телефоны в режим и спокойно можем разговаривать, не испытывая давления. Нет, просто мысли о том, что где-то там тебя слушают те, кого ты сейчас в глаза не видишь. Товарищ майор все равно будет послушать. Нет, ему-то ладно, я позвонил. С утра позвонил, нормально все. Наша республика, я думаю, для всех очевидно, вошла в зону политической турбулентности. По моему субъективному мнению, это результат неэффективного управления, оттока интеллектуалов, постоянной кадровой ротации и вообще полной неэффективности управленческой вертикали, лоббирование бизнес-интересов крупных бизнес-структур, это, замечу, ущерб жителям республики, полное нефункционирование социальных лифтов, недееспособность вот этих гражданских политических институтов. Вот это все привело вот к полному краху. И самое главное, вот это самое главное, подчеркну, это отсутствие коммуникации, отсутствие взаимодействия власти и народа. Еще раз говорю, это отсутствие взаимодействия власти и народа. Двухдневная битва на Куштаву и фееричная победа народа дала в какой-то мере своеобразный новый толчок к развитию, к началу становления гражданского общества. Но, как мы уже видим, региональная власть не хочет принять вот эту реальность, не хочет признавать вот эту реальность, и она с регулярностью раз в три недели выдает какой-нибудь провокационный момент, какой-нибудь перерыв. Мы все знаем, что у нас было после Куштава. Ну, сам Куштав, понятно, вот эти события. Потом Хромоскаринские события, Кужанские лиственницы, вы все знаете. Потом арест Рифата Холматова, даже в Черябинской области. Поджог Креста Агузянова. Силовое задержание вот этих наших ребят по Крымскалам, получается. Вот эта власть, она не хочет отпускать вот эту власть и не хочет признавать вот эту реальность. Зная вот эти все моменты и по истечении, вот сегодня 16 января, по истечении пяти месяцев всех дней, я задаюсь вопросом, почему Хабиров до сих пор занимает вот эту власть, пост главы Республики Башкортостан. Почему? Ни он, ни его окружение не понесли ответственность за избеяние граждан. Кто дал команду Росгвардии выступать против народа? Кто? Кто допустил такую вот реальность, где сталкивать лбами спортсменов и их активистов? Обычных пенсионеров, жителей Урняка и обычных работяг завода. Почему? Почему? Вот зная вот это все, мы твердо убеждены. Хабиров в Республике не место. Его не должно быть в Республике. Он должен уйти. Интересы одного человека не могут быть превыше общественного политической стабильности нашего региона. Мы вот это должны понимать. Дальше вот так продолжаться не может и не должно. Мы это говорили, мы им передавали, сигналы были, но они не хотят. Вот вам один пример. Вообще, эта команда, она заточена только на плетение каких-то интриг, на создание провокационных моментов. У них просто не остается времени на управление республикой, потому что они постоянно занимаются какими-то интригами. С этой точки зрения, в ближайшие 5-7 лет, по оценкам, в первую очередь, иностранных, ну и отечественных специалистов, нас ждут процессы деглобализации, а это означает, что мир будет распадаться на макрорегионы. Каждый макрорегион будет пытаться тянуть одеяло на себя, то есть, так скажем, после интенсивной глобализации мир погрузится, разделится и каждый будет твориться в собственном соку. Вопрос в том, с чем мы подошли сюда. Наша страна, а вместе с ней республика, переживают тяжелые времена. Люди, которым когда-то было поручено управление государством во благо народа, во имя народа, присвоили данную им на определенный срок власть и не оставляют попыток окончательно тот самый народ поработить. Свои желания и амбиции они ставят выше закона и переписывают его прямо сейчас под себя, как хотят. Воспользовавшись нашим молчанием однажды, они возводят его в норму, лишая нас свободы мысли, слова, собраний, честных выборов, справедливого суда. Как при самых отвратительных авторитарных режимах, живя в формально демократической стране, мы не можем себе позволить нынче такую роскошь, как особое мнение, если оно не согласно с курсом правящей партии. Высказывая его вслух, каждый рискует благополучием не только своим, но и своих близких. Здоровьем, а иногда и жизнью. Используя разнообразие наших культурных традиций, языков, вероисповеданий, они разделяют нас, побеждают и потому властвуют. Правильно я понял, что вы полагаете, ну вы это обобщенный актив и вот инициаторы создания этого движения, полагаете, что Хабиров является краеугольным камнем проблем в республике и только его отстранение от власти может быть условием дальнейшего развития. Не только это, конечно, да, потому что фигура стала, после Куршталу стала уже токсичной. Например, такой токсичной фигурой является Абдрахманов, которую не убрали. После этого сколько мы видели? Заявление заместителя главы Егафридского района, заявление заместителя главы Бураевского района, потом Рустам Ахмадин Урова там. Все мы это видели, но из них самое главное, это ради Фаридиш Хабирова, который вот эти кадры, которые он поставил туда, он их не убирает. Вот эти фигуры, они токсичные. Вот, например, клип Ростислава Мурзагула, который мы все видели. В день трагедии в Абдрахмановском районе, когда 11 человек заживо сгорели, у нас не был объявлен траур, в этот день Единая Россия проводила два мероприятия. Мы все это видели. Естественно, мы задаемся вопросом, почему вот так происходит, откуда надо начать? Надо выяснить сперва причину следственной связи, а потом уже решить вот эти вопросы. И мы пришли к тому, что глава республики их выгораживает. Он на Гаре Хуштал заявлял, что это его свои. Он своих не трогает. Он не сдаёт своих. Поэтому мы думаем, он должен уйти. Мы хотим этого. Это с кем бы я ни общался после Хуштал, у всех на уме вот это. Потому что фигура токсичная. Я лично, как человеку Хабирову, претензий не имею. Как фиксы, как функции, как гаранта стабильности нашего региона, он не на своём месте. Неэффективное управление. За два года мы пока не увидели ни одного результата, который можно назвать эффективным. Каковы будут методы? Я правильно понимаю, что общественное движение, естественно, и, наверное, не обсуждается, что оно будет действовать в рамках закона. Естественно. Это не партизанское движение. Это абсолютно законное собрание граждан, которые имеют право на подобные вещи. Каковы будут методы действия? То есть прозвучала такая фраза, мы будем вырабатывать решения, мы будем ставить цели, вырабатывать решения. Но, увы, у общественных объединений практически нет ни властных ресурсов, ни во многом нет финансовых ресурсов. На что вы будете опираться, какими инструментами планируете пользоваться? Для вас это живой пример Куштал, где у нас не было организации, которые там что-то проводили или что-то такое, не было одного лидера. У нас все было сетевое. То есть кто как мог, так и внес свою лепту. И народ добился своего, он отстоял. Когда есть душевный порыв помочь к созиданию, гармонизации вот этого всего, люди захотели, и они своими руками что-то сделали. Кто-то репостнул просто, кто-то деньги пересисил, кто-то пошел туда, лагеря поставил, кто-то там пошел и начал готовить, помогать. То есть когда народ, общество в этом участвует, и он достигает каких-то результатов. Но то, что вы назвали успех, например, завершились безуспешно, да? Я сам свидетель таких организаций. Сколько их было? Назовем, например, Конгресс башкирского народа. Да, у меня тоже именно этот пример. Конгресс башкирского народа. Давайте вот, как сказать, определимся первым словом успех. Что у нас успех? Достижение цели. Достижение цели, да. Но для нас, я считаю, успехом будет, когда мы запустим вот этот процесс. Процесс преобразования. Процесс преобразования и политического просвещения. Потому что у нас народ политический, он неграмотен. Нам надо сперва провести политическое просвещение, а потом мы уже достигнем каких-то целей. Но, смотрите, мы же пока не знаем, что именно народ надо народу. Народ должен знать, что ему надо. Мы, например, может вообще всех устраивать вот это нынешнее положение. Вы же не знаете? Думаю, что нет. Нет, вы так думаете. Это ваше субъективное мнение. И мнение ваших зрителей, которые пишут там в комментариях. Исходя из моих видео, которые я снимал до этого дня, их несколько, 6-7, во всех комментариях люди пишут там, правильно делаете, мы вас поддерживаем. И тот соцопрос, который мы проводили в сайте ВКонтакте, доказывает вот это. Вот я именно это хотел сказать. У вас есть уже некие основания для целеполагания? То есть наверняка ведь это движение возникло не на пустом месте. Это же не просто какая-то хулиганская инициатива. Была определенная подоплека. То есть я так понимаю, что определенный набор уже вот сиюминутных целей готов на данный момент. И потому я спрашиваю, о каком инструментарии идет речь. То есть вот смотрите, давайте представим. Давайте, давайте я перерну. Вас не услышала власть. Что вы будете делать? Смотрите, давайте я перерну и объясню. Ни для кого не секрет, 2021 год это год выборов. Горсовет и Государственную Думу. Вся политика и Российской Федерации, и регионов будет сосредоточена именно вот на этой кампании. В Уфе это Горсовет, а по России это Госдума. Мы хотим, чтобы Госдуму, вот депутатский корпус наш, в России представляли достойные депутаты, которые могут сказать, когда будут проводить пенсионную реформу, например, могли сказать, нет, такой реформы нельзя быть. Это абстрактное заявление, но вы же понимаете, что вы и мы уже опоздали на эти выборы. Вы думаете, все же договорились? Нет, дело не в договоренностях. Есть технологические процессы, то есть, условно говоря, движение республика, ну, не будучи политической партии, понятно, что она идет, если даже она выдвигает каких-то своих кандидатов, предположим, а это делать нужно уже очень быстро, то процесс сбора подписей практически невозможно пройти при нашей нынешней конструкции в Башкирии. Вы же понимаете, да, кто у нас руководит Центр сберкома, кто у нас руководит Республика и в целом вся эта история. У меня вам ответный вопрос. Вы готовы вступить в движение вот именно, чтобы преодолеть вот этот стереотип и сломать стереотип? Безусловно. И вот ваши медийные ресурсы вы готовы к использованию? С политтехнологические точки зрения, да. Это все? Если мы объединим все наши медийные ресурсы, мы можем сломать этот стереотип? Договорились. Договорились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова